Микс Ньюз Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже Дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 На Радио Болтком Добрый вечер, дорогие радиослушатели В эфире программа Открытая кухня Я Валерия Иванова Снова приветствую вас после небольшого перерыва Праздничных дней Сегодня у нас такой эфир Как всегда уже карантинный По видеосвязи, но на этот раз Не с гостями из Риги А с моим уже очень давним товарищем Из Москвы Михаилом Мурзиным Человек, которого я уже знаю где-то 8 лет Чем этот человек занимается Сейчас более подробно для наших радиослушателей Михаил закончил Окончил Ликорденблю Это всемирно известная кондитерская школа Также он сейчас является Шеф-кондитером, партнером Кондитерской Емкейк Также у него многочисленное Количество проектов Где он ведет и вебинары, и мастер-классы И составляет десертные карты Для топовых ресторанов Москвы Ну и конечно сейчас в условиях Таких грустных событий, которые происходят в мире Мне показалось, что будет как никогда актуально Поговорить с человеком, который находится в столице России Потому что там сейчас эта пандемия набирает просто колоссальные обороты И общепит умирает Ну такая сегодня длинная подводка Михаил, Миша, привет Давно тебя не слышала Да, привет, привет Да, это точно Вижу, но не слышала давно Так что я думаю, что мы пообщаемся Да, я немножко сейчас для наших радиослушателей скажу Что если, мало ли, к тебе будут вопросы То можно будет нам позвонить Номера в студию 6721-2939 6721-3939 Или ватсап номер 230-6191 Смело пишите, звоните Михаил или я ответим на ваши вопросы Ну давай, Миша, тогда расскажи для наших рижан Да, и для тех, кто нас будет слышать на других просторах Как ты вообще к этому пришел Потому что я помню, когда мне было 18 лет И мы с тобой познакомились У тебя вообще было совершенно другое образование И тогда ты только мечтал о том, что поедешь куда-то учиться И что кулинарное искусство это твое Расскажи про это Да, было дело А на самом деле все это началось еще с самого-самого детства Мне было там 6 или 7 лет И я чаще тусовался на кухне Мама постоянно говорила, что моими игрушками были там Тварешки-доложки, ну условно, цитаты Вот, и как-то по последствиям 14 лет Мама предложила пойти в колледж Ну, как бы, там, в 14 лет, ты там, тире, наверное, 20 Человек, в принципе, не знает, что он хочет Ну, я как бы согласился Я говорю, да, давай пойдем Вот, я поступил в колледж Колледж Сарицына в Москве находится Он на тот момент, в принципе, сейчас он считается тоже достаточно хорошим и сильным В плане образования, в плане практики, которую они предоставляют Это тоже хорошее заведение Москвы и гостиницы Вот я проходил практику в гостинице «Националь» и «Ренессанс» Кто-то из ребят в ресторане «Пушкин», кто-то в других ресторанах Также его Аркадем Завич Новиков, кто-то практику проходил То есть, ну, они дают хороший, скажем, скелет И после окончания колледжа Мне это, получается, 2011 год был Я устроился в ресторан «Балкон» Там я отработал почти год И я не знаю, как это объяснить Ну, сейчас скажу Наверное, это было не манно, не убийство, наверное Но просто какой-то вот знак и чувство какое-то изнутри Что надо идти дальше, учиться Или желание развиваться в том числе Я помню четко у него два раза таких Это было в девятом классе в школе Мне почему-то приспичило изучать английский Почему я совершенно сейчас не помню и не знаю И второй раз как раз-таки это было в «Корринблю» Когда я в апреле, в мае месяце работал в ресторане Я понимал, что, ну, как бы, здесь все хорошо Надо двигаться дальше Вот, я познакомился на тот момент с Екатериной Агроник Ты тоже очень сильный шеф Отчасти наставник Вот, и мы как-то раз встретились А, я еще помню, я хотел Она только-только тогда организовала студию Селект Кейк Студии То есть торта для особого случая Я как вот такой зеленый парень Вся колледжа хотел дальше развиваться и работать Вот, но она мне мягко сказала Что пока тебе надо наработать практику И потом уже можешь приходить Приходить там через полгодик и годик И как раз она тоже училась в «Корринблю» в Лондоне Но это был 2004 год И она мне посоветовала именно туда Вот И вот, собственно говоря, таким образом Цепочка выстрелилась Что в сентябре 2012 года я поехал туда Ну, то есть это уже 8 целых лет Представляешь, как реально время быстро летит Это просто То есть я даже сейчас пытаюсь вспомнить Для меня это ощущение То есть у меня сейчас как-то вот По ощущениям а-ля 2014-2015 год Хотя это уже было 5-6 лет назад Для меня вот Какое-то вот где-то здесь тянется То есть я сейчас вообще не понимаю абсолютно Что уже 20-й наступил И что 19-й закончился То есть и время летит настолько быстро Что действительно не успеваешь даже Как-то Ну, это вот ощутить Сколько ты отучился там? Сколько по времени идет обучение? Так, у меня был один курс Это из трех Всего там три курса Это есть basic, intermediate и superior Я думал, что Я так Так как я с опытом, с образованием Меня смогут взять там на ступень повыше Там intermediate и superior Но, к сожалению, так не вышло То есть у них есть своя определенная продакция То есть нельзя там условно Пойти сразу на супер Какой бы у тебя опыт не был То есть в любом случае ты сначала проходишь basic И вот, собственно говоря, сначала basic прошел А потом подумал, что Ну, сейчас закончу Все это дело Через все эти знания, все техники Все это пропущу, скажем так Отработаю и попозже вернусь Пока попозже не настало То есть я уже понял Чуть-чуть попозже Что, в общем-то Этого Еще одного дополнительного скелета Как говорил мой мастер по практике Еще в колледже Мне хватило А вот если Сейчас мы дадим такой совет Ребятам, которые начинают Которые ищут себя в этой профессии Это стоило того? Это вот та база, которую ты искал? Ты получил то, что ты хотел От этого имени От этого именитого Учебного заведения Вот в этой области В этой сфере Ну, некоторыми техниками Я пользуюсь до сих пор Да У меня даже заварный крем Который нам давали там Ну, то есть это Нам давали определенные технологические карты Все подробные Описания, как это все делается У меня, в общем-то, на ноге до сих пор Ну, как до сих пор Мне кажется, уже пожизненный Будет рецепт заварного крема Да, я помню То есть вся раскладка Как мне давали именно в Картануле Вот, то есть Поэтому Определенно, если есть возможность Нужно ехать учиться за рубеж Конечно, это определенный толчок Сравнить сейчас С российскими Какими-то заведениями Ну, не заведениями А С центрами по обучению Ну, наверное Ну, по пальцам можно пересчитать Но это будет не такой формат То есть Это будут, скорее, просто Курсы по квалификации По повышению квалификации Вот Но именно образование Такое вот с нуля Я думаю, что навряд ли кто-то сможет Даже колледж Потому что вот вспоминая Колледж Сарицына Я не знаю, как сейчас Но я думаю, что навряд ли что-то изменилось Они дают технологии 80-го, 90-го года Что, ну, это не супер старое Это прям совсем все печально и старое Потому как гастрономия сейчас За последние вот как раз 8, может быть, или 10 лет Хорошо, так скажем, развелась Появилось много гастрон-энтузиастов Которые занимаются С другим подходом Вот И не прям Как бы Россия сейчас Тихонечко уже Прям хорошо качает То есть это тот же, допустим, White Rabbit Да, который Насколько я сейчас могу ошибаться Да, уже в информации Потому что Она как-то то всплывает Где-то, то убегает На 13-м месте в лучших ресторанах Там Топ-50 White Rabbit Российский ресторан На 13-м месте Плюс там же селфи Да Там же есть братья Грязуцкие То есть Ну, это о чем ты говоришь Что мы хорошо шагаем вперед Поэтому Это радуется Владимир Мухин Согласна с тобой Согласна абсолютно Спасибо тебе за такой совет Я очень надеюсь, что Да, те, кто нас слушают Действительно Ну, будут понимать, что Не заканчивается, да Образование на техниках Местных И что если есть мечта То можно действительно Как-то накопить Да И найти для себя То учебное заведение Где ты получишь Вот просто шикарную базу И дальше стартануть И вот как раз Про это стартануть Давай дальше поговорим Ты вернулся в Москву И вот у тебя есть Шикарное образование Ты весь вот Такой вдохновленный И полный Здоровых амбиций Что дальше? Как это все монетизировать? Как начать зарабатывать И получать уже Именно опыт рабочий? Что ты делал? Как ты нашел себя И куда пошел работать? Ну у меня опыт работы Уже так скажем Был Он был небольшой Там если в совокупности Года Наверное Два-два с половиной Я уже на кухне Проработал То есть И у меня было понимание Какие варианты Развития есть В том ключе Или вот В том Я имею ввиду На кухне В ресторане Или Если я начну Что-то свое Пытаться Реализовать Какие-то Предпринимательские Наверное Шаги И вообще Сама идея Возникла Как раз еще В Лондоне А я тогда Посетил там Выставку По шоколаду Было очень много Ребят Производственников На тот момент Это было естественно Все новое То есть Я в Москве К сожалению Такие места Не посещал Я помню Что только Так Я сейчас Как же На гостинице Я не знаю Существует она Сейчас еще или нет На Павелецкой Находилась Там приезжал Мишель Кизет Один из Французских Шоколадей Который Тоже производит Шоколад Бин ту бар Первый раз Я тогда Про это вообще Узнал Это был 2008 или 2009 год И также В Лондоне То есть Очень много Таких было Проектов И у меня Зародилась Идея Сделать свой Проект Шоколад То есть Трюфели Шоколад Именно Как плитки Шоколада Конфеты И так далее Но Это был Январь 2013 года Когда я Начал Что-то Как-то В этом плане Предпринимать И Понял Что Немного Не то То есть Русский человек Не очень понимает Как бы Коробки Конфет Там Условно Цена за штуку 80-90 рублей Ну То есть Для Среднестатического Россиянина Это было Каким-то Нонсенсом То есть Я Пойду в магазин Куплю себе Коробку Конфет За 350 Рублей За 400 То есть Тут К сожалению Эта история Не оправдалась Может быть Какие-то Тематические Истории Это может быть На 14 февраля Да Конфеты Будет Хорошо Ну да Под случай Какой-то Может быть Еще Да То есть Ну так В целом Сделать Бутик Ну Вот Не знаю Есть один проект Вот в Москве French Kiss Называется Они специализируются Только на шоколад У них Несколько Бутиков Я не знаю К сожалению Как сейчас Нынешнее время Они там Себе чувствуют Но Для меня Всегда была Загадка И Причем Ну Они достаточно Большие Ребята И не существует Значит Какой-то Все-таки Спрос Есть Может быть Они Помимо шоколада Еще что-то Продавали И Этим Как-то Зарабатывали Но уж Тут Детали Не знаю И в итоге После этого Я понял Что наверное Надо заниматься Немного другим Не шоколадом А чем-то Еще То есть И начал Потихоньку Предлагать Тост Под заказ Тогда в моде Еще были Капкейки И потихоньку Потихоньку Вот Через Сарафан Радио Начал Вот Эту деятельность А где ты Стала Это готовить То есть Вот Ты снимал Какое-то Помещение Это было В рамках Какого-то Ресторана Как это было Вот я сейчас У родителей В гостях Вот Здесь Получается Тут стоял Металлический Стол метровый За 3000 рублей Миксер Здесь Вместо этого Шкафчика Дальше Стена идет И вот Мое рабочее место Было Один метровый Стол Под ним Были ящики Из Икеи С разными Пользовыми Формами И Помнится Как раз В декабре 2013 года Через одного Товарища Мы Здесь Мама помогала Накрутили с ней 3360 трюфелей Это был Наверное Единственный рекорд Который Я понял Что наверное 5 квадратных метров Могут Достаточно Большой объем Главное Желание Мы Естественно Шарики Делали Не вручную Катали Есть Компания Калибал Которая Шоколад Производит У них Есть капсулы Шоколада Туда Заливаешь Шоколад То есть Он стабилизируется И после этого Соответственно Можно уже Оформлять Это немного Упрощало Труд затраты Но в совокупности Объем Такой Неплохой Мне показалось Если у нас Слава богу Появился Автохолодильник И один Холодильник Я не знаю Сейчас нужно посмотреть В недрах инстаграма По-любому Я думаю Осталась картинка Где вот Абсолютно Все полки Забиты Этими конфетами На досках На тарелках Еще как Это все Кастомно Кастомно Так сделано Было Напихано Грубо Добро говоря Вот Но Вот именно Здесь начинал Первый Опыт Уже такого Чуть большего Размаха У меня появился В 16-м году Через Тоже Друзей Познакомился С одним Товарищем И На коленке Придумали Посчитали Как бизнес Как производство Это небольшой цех Открыли 100 квадратных метров И После Четырех Месяцев Мы поняли Что Мы что-то Не то делаем То есть Надо закрывать Иначе дальше Минус будет продолжаться А почему Вы поняли Почему так произошло Поняли Из-за Чет маркетинга То есть Продукт по сути был Но не было маркетинга То есть Маркетинга Реклама Это самое основное То есть Лучше сэкономить Где-то на оборудовании Да Так или иначе Может быть что-то Будет неудобно Там производить Либо еще что-то Лучше все деньги Инвестировать Как раз таки В маркетинг И в продвижение Потому что В среднем Ну год Наверное Нужно Бренду на рынке Чтобы его Хоть как-то Начали узнавать Ну либо Если Там Есть супер Бюджеты Когда Идет Условно Сотрудничество С кем-то Топовыми Компаниями Либо Блогерами Либо еще с кем-то Вот Чтобы Условно Моментально Дать По себе Понять Что вот Мы такие Существуем Обращайтесь к нам Вот Но и тут С другой стороны Тоже главное Аккуратно Это сделать Потому что Если вы снимете Помещение В 50 квадратных метров И сделаете Потом Бомбическую рекламу Вам пойдут Сотни Две сотни заказов Их потом Не сможете Скажем Отгрузить И реализовать Соответственно Это тоже Немного Как мне кажется Ударит по компании Потому что Заказы надо будет Сливать Потому что Их невозможно Будет Отгрузить Ну и как-то Ну в общем Здесь такое вот Надо аккуратно Все аккуратно Но сейчас У тебя в инстаграме Порядка 30 тысяч Подписчиков Все настоящие Все свои Ну Относительно То есть Относительно Я не знаю Каким образом Это было сделано Я помню Еще был 2017 год Как раз Тогда у меня Активно Начал Само собой Развиваться Ну Само собой Имеется ввиду Я не знаю Каким образом Так получилось Да Что ты выстрелила Консалтинг И я тогда Начал сотрудничать С одним СММщиком И он Полностью Вел мою страницу Что он там делал Честно сказать Я даже Не совсем в курсе Я более-менее Отслеживал Но он там Отвечал На сообщения Какие-то посты писал Какие-то акции Что-то делал Потому что я То там То сям То есть На сообщения Изредка отвечал И вот Там В один момент Было сначала 13-15 тысяч Потом 18-19-20 Но Вот за последние Наверное Пару лет Это 28 цифр Как зависло Так и есть Поэтому у меня есть Подозрение Что-то не так Эти страницы Но если говорить честно По крайней мере Потому что Особенно сейчас В Инстаграм Немного Он же меняет Каждый божий день Все эти свои алгоритмы Да И очень непонятно То есть там На одном посте Может быть Там Тысяча лайков На другом Типа Сто Ну то есть Я конечно В каких-то моментах Понимаю Как это все происходит Но Не всегда вижу его логику Поэтому Ну и моложе Как есть Так и есть Ну Ты сказал Про 17-й год Да Может быть Прирост Ну помимо СММщика Да Был за счет того Что ты стал активно Также проводить Мастер-классы И люди стали Очень тебя любить Как медийную личность Ты стал уже Ассоциативно Мужчиной Шеф-поваром Который вкусно готовит Молодой парень С этими твоими Потрясающими эклерами Макарунцами То есть Ну В любом случае Тебя стали уже узнавать За счет твоего Фирменного Я бы сказала Почерка Харизматичной Внешности Того Как ты обращаешься Всем поучаствовать И Джузеппе Вот И после этого Тоже Некая Вот Ну Не то чтобы взлет А как бы Рост наверное Скажем так И в медиах Пространстве От какой-то части Пошло И в целом По профессии Тоже Это немного придало Еще такого Взрыва Вот И в 2014 году Я начал вести Мастер-классы В студии Усоцкой То есть Там они были редко Но тем не менее Там пару раз в месяц Я точно проводил их А в 2017 году Это Так Это был 17-й год Это было Сентябрь Да У меня тогда Актив начал развиваться Консалтинг Как раз таки После закрытия Вот цех В ноябре 2016 года Закрыли цех Я сижу дома Я не понимаю Ну а что дальше То есть Моя маленькая Мечта Открыть свое заведение Либо цех Вроде бы Осуществилась Но неудачно И какой дальше Дальше Какие дальше действия Противировать Мне было абсолютно Неясно И вот Через фейсбук Как-то так получилось Что вот Меня один раз Позвали Второй раз Позвали Потому что Первые шаги Консалтинга Они были еще Тоже чуть раньше В 15-м году Я сейчас Помню Как зовут Человек Он мне просто говорит Вот надо Разработать Девочкам Новосибирские Десертную карту Ну как бы Я такой Ну хорошо Давайте попробуем Почему нет Ну вот Для меня это было Что-то новое Интересное Я поехал туда На две недели Вернулся Ну активно Дальше Так же делал Под заказ Для меня это было Основным видом Заработка Ну как бы После В общем-то Моей жизни Дома делал Все это под заказ Тогда еще Жив с родителями И Тогда же Мне удалось Или Как это правильно Выразиться Познакомиться С Аркадем Анатольевичем Мояковым Когда мы с ним Делали пару Дегустаций Все это было Очень Такое Сейчас надо Подумать Как это выразить Ну удачно Я помню Я написал ему В инстаграм Сообщение О том что У меня же была Мечта Открыть свой цех Либо комиссиску Либо еще что-то Ну какое-то Своё заведение В общем Я думаю Ну ладно Я напишу То есть Я ему написал Говорю Аркадем Анатольевич Здравствуйте Как могу узнать Вашу почту То есть Или могу узнать Вашу почту Есть предложение Что-то в этом роде Ну и как бы Окей И забыл Все Как будто Этого не писал Чтобы не думать Не мусолить В голове Проходит Там Может быть Неделя Где-то Он отвечает Пишет Получается Почту Я такой Ага Так Ладно На такой исход Я точно не рассчитывал Вот И Еще неделю Наверное Я думаю Над письмом И Получается Проходит Я ему пишу Все Ему отправил Проходит Две недели А Я отвожу заказ То есть Как я иду с коробкой У меня Коробка была Какая-то большая До сих пор Вот Сейчас я объясню Вообще К чему я это рассказываю Вот То есть Тогда Второй консалтинг Был Это как раз Ресторан Аркадий Анатольевич Это большой Да И все И это были два консалтинга В 15-м году В конце Которые Ну вот Каким-то образом Сами по себе Такой всплеск был И потом Затишнее Вот И В 17-м году Он активно Может быть Как-то Все потихонечку Догналось Я в основном Работал Весь год Только На консалтинге То это был Казахстан То это было В Баку В город Воронеж Также И В Москве Ну в основном Конечно Это Москва Вот Ну и С товарищем Ну уже товарищем Тогда мы только-только Познакомились По работе С Владимиром Вот из Казахстана Там есть небольшая Сеть кофейн И два ресторана Даже три уже То есть Ребята тоже Хорошо развиваются И в общем-то Так вот Консалтингу Я потихоньку И пришел Сейчас он Пока Конечно же Виду всей ситуации В таком Зависшем состоянии Думаю вот Про ситуацию Про там Емкейк Про твой Новый проект Тоже обязательно Поговорим Нам нужно сделать Небольшую рекламную Паузу Ты никуда не уходи И вы дорогие Радиослушатели Тоже оставайтесь Вернемся после Рекламной паузы Открытая кухня Добрый вечер Еще раз Дорогие радиослушатели Мы вернулись После рекламной паузы В эфире Открытая кухня И сегодня Со мной на связи Москва Мой очень давнейший Товарищ из Москвы Михаил Мурзин Безумно талантливый человек Который Для своего возраста Я считаю Достиг Стольких высот И успел Поучиться В Ликорден Блю В именитой Кулинарной школе И открыть Свою кондитерскую Где являются Партнером И шеф-кондитером И в общем-то Поработать На топовых Кухнях Ресторанов Нашей столицы Ну и не только столицы Да и в других городах О чем Михаил Нам собственно Рассказал До рекламной паузы Миш Расскажи пожалуйста Мне Побольше Сейчас про Вот все-таки Детище Над которым Ты работала Я помню Твои посты В фейсбуке Когда ты выбирал Брендинг Когда ты связался Со своей аудиторией А подскажите мне Шрифт А подскажите На каком фоне А какое название Лучше И то-то-то То есть я помню Ну как мне кажется Да как человек Который тоже Когда ты свое Что-то делал Насколько была важна Каждая деталь Я видела просто С каким трепетом Ты выкладывал сторис А вот здесь у нас Будет стоять холодильник А здесь строители Уже плитку положили Ну то есть было видно Насколько ты горишь Всем этим И как ты счастлив Что вот оно Наконец-то свершилось Расскажи про это Все-таки Первый блинком Был да С тем цехом Тебе потребовалось Время чтобы Перебороть Возможно какие-то Свои страхи И что-то Ну по-новому Запустить Совершенно уже С другим партнером Я так понимаю Да Расскажи про это Что вообще такое Ем кейк Выдохнул я тогда Когда я нашел Помещение И я его искал Ровно в год То есть В восемнадцатом году В августе Мне звонит товарищ Вот Как раз партнер-инвестор Так скажем В одном лице И говорит Мы там один ресторан Забираем Вот Хотим сделать конитерку Вот Типа что-то По типу I like cake Я думаю Ну окей И спрашивает По поводу стоимости Сколько нужно Заложить бюджет Чтобы Закупить продукты В районе 150 тысяч Можешь закладывать Но опять же Это все может быть меньше Это может быть больше В зависимости от того Какие ингредиенты И так далее 150 тысяч рублей Проходит пару дней И мы Да Это ж мало Нет Алло Алло Да Слушаю тебя Ну я просто Да Я просто Назвал плюс-минус Цифру на первый Закуп ингредиентов Для того чтобы С чего-то начать Потом опять же Будет оборот На средства И так далее И так далее Понятно Это можно выстрелить В итоге Эта вся история У него не сложилась И он мне задает вопрос Сколько стоит Открыть цех И там Какие можно Деньги зарабатывать Я думаю Ну давай И вопрос Да Интересный Я могу заняться Организацией всего этого Ну мне нужны Только инвестиции И все Говорит Это не проблема И вот собственно говоря Так она вся Эта история И зародилась Это было Август 18-го года И тут началась Самая интересная история Это поиск помещений Я не думал Что на самом деле Такие сложности Могут вообще В принципе возникнуть Но так как я раньше С этим в общем-то И не сталкивался То помещение Которое Было в 16-м году Оно находилось Естественно Там Оно находилось На МКАДе Вот прям конкретно На МКАДе В автосалоне BMW Jaguar То есть это была Столовая Для сотрудников Там естественно Были мощности Уже был ремонт Было какое оборудование Мы там просто Чуть-чуть совсем докупили Цена входа Была там Совсем низкая По меркам В принципе Ресторанного бизнеса Вот А и тут Ну надо было Делать все с нуля То есть искать помещение Делать ремонт Подбирать Также планирование Делать планирование кухни Ну делать целый На цех И тут постоянно Вступывали косяки То не хватает Мощности То получается Помещение вроде бы Неплохое Но какие-то проблемы С документами Договор Ну или хочет Собственник заключать Только на 11 месяцев Там есть свои риски Да Больше подобных Не выдаваться И Июль Конец июля Уже вот 19-го года И тут Вроде бы все Ну как бы Все складывается То есть Есть мощность Есть Хорошее помещение Большое Светлое Приятно работать То есть Была концепция Изначально какая Сделать только Производственную Мощность Чтобы производить Именно под заказ Сделать упор на это Плюс проводить Мастер-классы Вот Немного от мастер-классов Мы потом отошли Конечно Но сейчас Я думаю Что Можно будет Еще раз попробовать Возобновить Посмотрим Какой будет спрос И от метро Недалеко И вот 1 августа 19-го года Мы подписали договор Об аренде Нам дали Некоторое время Для каникул Мы начали делать ремонт И вот Можно сказать Что в ноябре Мы полноценно Запустились Вот И получается Что год с копейками Наверное От разговора До полноценных Открытия дверей Будем так это называть Это все состоялось Вот Сейчас получается Мы также пока Функционируем В режиме онлайн Внизу На первом этаже Была кофейня Вот То есть Но мы Мы первый этаж Просто сдавали В суббаренду И у нас Товарищи У них уже Пять кофеен Есть по Москве Ну Как-то мы так Завязался разговор Что они говорят Давайте мы Возьмем кофе Вы нам будете Просто десерты Поставлять И все будет хорошо Ну кстати Очень интересная идея Для коллаборации То есть Вам не нужно Закупать Никакие напитки Посуду У них все есть Уже свое Да У них оборудование Да И как бы Несно что мы Уже сделали По факту Подключ ремонт То есть Мы сделали Барную стойку Закупили Барное оборудование Несколько Столько выжималок Было там Разного типа Блендеры Морозильники Посудомойка Там и так далее И так далее Это все уже было И мебель Мы уже То есть Мы спланировали Сделать свою кофейню То есть Уже зону кофейней Мы через них же И брали оборудование Но потом Они сказали Что давайте Ему попробуем Вот И все Ну как сейчас будет Я к сожалению Пока не понимаю Вот Потому что Вроде бы 12 мая Завтра И говорят Что некоторые Ограничения снимут Но я думаю Что для ресторанов Бизнеса нет Я думаю Что это будет Только июнь А то и начало июля Наверное То есть Насколько мне Сегодня известно Завтра могут Войти на работу Там Стройки возобновить Могут Еще какие-то Но с рестораном Бизнесом Я думаю Что все еще Повременится Вот И Под заказ Получается Также мы потом Открыли для себя Линейку Хорика То есть это делать Именно поставки В разные заведения Потому как Столкнулись Еще с такой Проблемой Что У многих ресторанов Нет возможности Производить самим Вот Ну а Мне кажется Ну и не мне С партнерами Любой бизнес Строится на какой-то Боле То есть Если есть где-то Какая-то проблема Если ты можешь Эту проблему Закрыть То это будет Удачный бизнес Вот А что именно И здесь мы тоже Начали потихонечку Это дело развивать Определенный контракт Договоренности были И в общем-то Мы работали Но сейчас пока Вот такое Капитальное затишье А что именно Миша Вы поставляете В рестораны Это какие-то ингредиенты Или какие-то Уже готовые десерты Что ты имеешь в виду Готовые десерты Замороженные То есть Так как Производство Достаточно хорошее Мы сделали Достаточно Классную площадку То есть Все продукты у нас Проходят через шкаф Шоковые заморозки Минус 38 И многие заведения Как раз покупали у нас Замороженные Все виды десертов Хранили у себя Также в минусе И просто периодически Их пополняли Склад Для того Чтобы они могли Реализовывать И все Потому как Если окунаться Именно в производственную Часть Канического цеха Тогда тоже Нужно закладывать Как минимум Миллион-полтора Наверное Плюс содержание Персонала Плюс отдельное Помещение Под Под этот Под цех Что не в каждом Ресторане Возможно И мы работали С несколькими Это как раз Одна из Получается Одно заведение Это партнеры Инвесторы Это у них В Сити Находится Облако 54 Это что-то По типу Ильянова Хотя по сути Это ресторан Просто На 54 Этаже Также Были Другие Так как Через Тоже Партнеры Подтянулась Обмята Мы им Поставляли Игровой клуб Был Также На Трехгорке Пару ресторанов Было Которые Мы поставляли И вот Сейчас посмотрим Как будут дела Но я думаю Что в июле Наверное Мы возобновим Эту всю историю Дальше Будем развивать И вот сейчас Получается Пока идет Самоизоляция Пришла идея Это делать На боли Сделай сам Буквально Вот пару дней Назад Мы их запустили То есть Мы по сути Уже делаем Готовое предложение Для того Чтобы можно было Сделать торт Либо какие-то Сладости Именно с домашними То есть Не нужно выходить Из дома И идти покупать продукты Тебе все Привезут на дом И Можно Будет там Целый К примеру Тот же чизкейк То есть Мы привозим Ровное количество Ингредиентов Чтобы получился Один ровный торт То есть Никаких остатков Не останется Все будет ровно Использовано И останется Только выбросить Коробку И пару пакетов Это очень крутая идея Здесь в Латвии Запустили Наши коллеги Из барной индустрии Такую же Тему с коктейлями То есть Они привозят Полностью Весь комплект Для Того или иного Напитка То есть Вплоть до Трех килограммов Льда Апельсинов Классно Апироль Например Две бутылки Просека Качественно Газированная Вода Все это В красивой Коробке И ты Так же Можешь Не выходить Никуда И С теми же Своими домашними Устроить Мини Самоизоляционную Вечеринку А тут у тебя Тоже получается Мне кажется Это очень круто Что вы Так для себя Можете Использовать Это время Перевести Свой бизнес В онлайн Но не просто Доставки А еще Интерактив Добавить В это Что люди Будут Проводить Время С пользой Абсолютно Да То есть Поэтому Мы здесь Сейчас И не рассматриваем Кризис Как конкретный Кризис Естественно Это ударило По выручке Ударило По всем Параметрам Ну и Некоторые Варианты Развития Мы тоже Для себя Видим Посмотрим Как оно Будет Дальше Мы сейчас Немного Пересмотрели Стратегию Развития Ну и Я думаю Время Только покажет Как все Таки Эта вся История У нас Ну Будет развиваться Плюс Сейчас Многие Интересуются ПП-десертами Так называемыми Да То есть У нас Развивается Хорошо направление Безглютеновых Позиций То есть У нас сейчас Когда у нас У нас сегодня Получается Май Мы где-то В марте Месяц Конец февраля В начале марта Запустили Безглютеновый Торт один Ореховый Сейчас еще Морковный Сделали тоже Безглютеновый На бороху В том числе Тоже идет Безглютена Потому что Есть определенный Спрос на это И повторюсь Наверное Можно конечно Долго двигаться В своем направлении Делать то Что тебе Прежде всего нравится Но это При этом Не нравится рынку Не нравится аудитории И тогда Ну Что-то может Задо конечно Получиться Но как показывает Моя практика Надо всегда Подстраиваться Под рынок Таким образом Проще будет двигаться И можно будет Быстрее Развивать компанию Слушай Ну Параглютен Да Я тоже очень хотела У тебя спросить Потому что Даже в одном Из эфиров Программы Открытая кухня Я Собирала мнение Да Мы так вот Решили Немножко подискутировать Все-таки Есть тот Небольшой процент Людей Да Потому что Все-таки Целиакия Это одна из самых Редких болезней Да Непереносимость Глютена Просто там На тысячу человек Один Максимум Заболевший Да Имеющий это заболевание Или аллергию Лактоз Фри Да Это Ну Больше Более распространенная история Да Когда аллергия на лактозу На Как Лактаза Непереносимость Да По-моему Правильно называется Вот Но Зачастую Это мода Веганство Например Био Эко Когда на упаковке написано Да Сейчас практически Ты знаешь На любой продукт Можно эту наклейку поставить Просто так маркетинг Да Хорошо работает Вот Как твои первые реакции Не было ли тебе Это О боже Вот Ну так вот Да Что Почему я не могу Из тех там Сочных сливок Или из Той муки Сделать Свои шикарные Любимые Профитроли Да То есть Не было ли у тебя Такого внутреннего Протеста Как у художника Вот с этой стороны Я хотела у тебя спросить Сейчас я услышу Что ты подстроился Да Перебил Извини Не Все в порядке Мне наоборот Даже спортивный интерес Развился Мне стало интересно Что из этого получится Ну то есть По привычным всем Технологиям Рецептам У меня все получалось Я понимал Каков будет результат Да А тут наоборот Ну то есть Без глютена Сделать эклер Конечно можно Но он будет Не тот То есть Вот Допустим Не сварение лактозы Я точно Понимаю Что это такое Да То есть У меня допустим Отец Лактозу не переносит Но это Как показывает Некая статистика Это у людей Там выше 50 Это как-то так Вот Раскрывается Да Хотя допустим Вот у дочери У меня У нее непереносимость Кровевого белка То есть Ну ей молочный продукт Вообще в принципе Не заходит То есть Мы пробовали Давать ей кефир Вроде бы еще окей Что странно Но при этом молоко Либо творог Либо еще что-то Прямо У нее все обсыпает Вот в это я верю Ну потому что Это на практике Это вот живое Значит Глютена Да Действительно Это больше Наверное маркетинг Веганство Ну наверное Маркетинг тоже Хотя вот Общался с одним товарищем Он ради просто эксперимента Три недели Не ел мяса вообще То есть Ну как Ну я так понимаю Красное мясо Что-то типа там Телятины, свинины Говядины И так далее И курицу тоже не ел То есть он там питался Периодически только рыбой Ну и растителями Другими белками Но он сказал Что ему реально Это зашло Ему стало Легче внутри То есть Он еще тренировал Ну как Он получается Тренируется в ММА Или ММА Правильно не будет выразиться И ему гораздо Это все Легче Переносилось И как-то он Восстанавливался Быстрее Уже не знаю С чем это связано Либо это просто Самогнушение Ну тут Очень сложно Ответить на этот вопрос Потому как Я не стал С собой экспериментировать Ну я в принципе Говядину Там свинина Вообще в принципе не я Ну как-то Она мне просто Не заходит Говядину редко Ну чаще всего Либо это индейка Либо курица Ну и рыба Ну как бы сказать Что если я отхожусь И мне там будет хорошо И ну нет Ну мне кажется Здесь нам нужно Чтобы просто Самому было комфортно Да Не по моде Не по каким-то там Непонятным Выдуманным трендам А просто вот Чтобы по здоровью И по внутреннему Самочувствию Тебе было хорошо И чтобы при запахе Шашлыка Летом ты не облизывался Шел себе Мокатый Ну позволить Да И был честен перед собой Ну как бы я так считаю Об этом Мы уже как я сказала В одном из эфиров Общались с моими гостями Смотри У нас остается Не так много времени Буквально там Пять-шесть минут Два вопроса еще к тебе Да Я хотела успеть За сегодняшний наш эфир Как ты в целом Сейчас оцениваешь Ну вот если мы не говорим Про условия пандемии И карантина Уровень кондитерского Мастерства в Москве Насколько он вот вырос В какой момент Это произошло Потому что еще Если ты вспомнишь Лет 10 назад Когда ты поехала учиться В основном Все заказывали Там какую-нибудь Тюрамису И панакоту В ресторанах Да О том что Есть какие-то Более сложные сочетания Ну просто люди Не слышали И в общем-то Шли всегда За одним и тем же Вот как ты думаешь Что стало Таким вот двигателем Прогресса В этой отрасли И что Как ты оцениваешь сейчас Я постараюсь Максимально коротко Ответить Хотя я очень люблю Поговорить Как мне казалось Практика Да И слишком Развернуто Разговариваю Но я и скажу сейчас Что спустя 10 лет Ничего особо Не изменилось То есть Есть определенные моменты Там люди Только-только Начинают Как-то Вливаться Вот историю С муссовыми десертами Да А они гораздо легче По определению Они гораздо меньше Но в любом случае Если будет стоять Вот муссовый торт Допустим Или пироженка Которая там Грамм 70-80 И будет стоять рядом Медовик Там 200-250 грамм Да Русский человек Возьмет медовик То есть Либо если будет лежать Муссовый пирожный чизкейк Он возьмет чизкейк То есть Потому что Но это привычки Которые выработались Там Ну не одним годом И там Даже десятилетиями Потому что Первые чизкейки Появились там В 90-х годах Тирамису Медовики Ой Тирамису Панакоты Тоже там Которая в 90-х В начале 2000-х Ну как Насколько я знаю Мы даже раньше появились Потихонечку Просто Людей Привычали к этому И все И чем старше Ты становишься Тем меньше Ты хочешь Экспериментировать И с едой И в плане Вообще своих привычек Тебе вот комфортно Именно так жить И все И ты там Направо-налево Наверное ли пойдешь Люди Которые привыкли Путешествовать И постоянно Где-то что-то новое Пробуют Они да Но их к сожалению Не так много Особенно в России Поэтому здесь Ну оно будет Оно и есть развитие Оно началось Я бы наверное сказал В 13-м Как раз В 14-м году А все это было в онлайне И сейчас тоже в онлайне То есть муссовый торт На витрине Встретить Фактически невозможно Ну либо Я просто конкретно Таких мест не знаю Помнишь эти мартефановые Кремовые розочки Раньше на На этих тортах Бусинки А это тоже То есть вот мы допустим Сейчас мы Когда начали делать Ямкейк Мы сказали Что нет Мы с мастикой не работаем Да То есть у нас там Муссовые торты Там кремово-бисквитные Американский там Австралийский формат Но в итоге Мы тоже поняли Что мы без этого Никуда Любая свадьба Любое днерождение Детское Да То есть Это только мастика У тебя племянница Делал торт С командой На дне рождения Мы сделали там Трехъярусный торт Красивый Все там С мини Они посмотрели Попищали Съели голову Этой фигурки И все И они забили Вообще на этот торт Все торты Ели взрослые Поэтому здесь Только картинка И к сожалению От этого Я думаю Не уйти Ну дай бог Чтобы эта индустрия Развивалась Чтобы у людей Кругозор и горизонты Привычки не измените Ну я думаю Что со временем Знаешь Как маленькими шажочками Все равно Вот ты сам Про Мухина сказал Про потрясающий ресторан White Rabbit Про то что этот человек Безумно талантливый Делает Ну То что он Действительно Москву И всю эту гастрономию На такой уровень поднял И про Москву Теперь знают Не только В рамках пельменей Да Но и в рамках того Что тот же Мухин делает Но это дорогого стоит Значит есть какие-то сподвижки Абсолютно Миша Остается буквально у нас Да Две минуты Что касается Вот пандемии Я смотрела интервью С Дмитрием Левицким Да Ресторатором таким Скандально известным Я бы сказала Он сказал Да Вот буквально Там где-то Может быть пару недель назад Было это интервью Что закроется 30-40% общепитов Твои прогнозы В Москве Я имею ввиду Ну я скорее Сложно ответить на вопрос Скажу честно Потому что я с ресторанным бизнесом По большей части Навы наверное Потому что я больше С производствами всякими разными Да Работал Сталкивался Хотя с ресторанами Когда сотрудничали Там есть Опять же список Но за последние пару лет Наверное Я думаю Подход изменился И 40% Это наверное Опрометчиво Хотя Опять же Взятие сильных игроков Они выживут Это как всегда было В любой кризис Условно Люди более состоятельные Они всегда С состоятельными И кризис любой Бьет по среднему Скажем так Среднему слою населения Также я думаю В ресторанах Бизнес То есть Сильные игроки Они останутся Ну может быть Они перекроют Там 1-2 ресторана Если говорить Про тех У кого 10-15 ресторанов Больше Тех у кого 1-2 ресторана Ну я думаю Что будет тяжело Но вырулят А вот Все мелкие Какие-то Может быть Точки с собой Кофе Может быть Мелкие ресторанчики Там На 40-50 Посадочных мест Вот им будет тяжело Но про проценты 30-40% Ну нет Я наверное Не буду Говорить Потому что Если обрать Эту ответственность Наверное Будет неправильно С моей стороны Но закроется Много Просто я к сожалению Статистики не знаю Сколько сейчас вообще В принципе ресторанов В Москве Вот Ну покажется Ну поживем Увидим Времена действительно Непростые Но я рада В любом случае Видеть Слышать тебя Что у тебя Сохраняется Позитивный настрой Что ты придумываешь Какие-то новые Для себя возможности И заработать И привлечь Внимание Своей аудитории Могу тебе пожелать Только успехов Да Я думаю Что это время Оно Всех нас поменяет Поменяет наш бизнес Но Принесет и новые плоды И знаешь Как после пожара Вырастет абсолютно Что-то новое И все сорняки Будут сожжены Удачи тебе Миш Надеюсь Спасибо большое За приглашение Через какое-то время Мы приведем Еще один с тобой Прямой эфир И ты что-нибудь Для нас вкусное Приготовишь Поддержишься Своими рецептами Без проблем С удовольствием Спасибо за приглашение Будем на связи Удачи Миш Спасибо большое У нас сегодня Был в прямом эфире Михаил Мурзин Шеф-кондитер Партнер Емкейк Выпускник Ликорден Блю Прямая трансляция Из Москвы Ну я Валерия Иванова Желаю всем беречь себя Держаться Мы встретимся В следующий понедельник И сегодня нам помогал Родион Золотарев Наш звукорежиссер Ну и доброго всем вечера До встречи